Здравствуйте, мои дорогие! У нас всё ещё пятница, я сменила чуть-чуть лук, лук, так сказать, лук-лук, лук-лук, лук-лук. Так, внешний вид, в общем, я футболочку там заправила внутрь, в общем, чтобы поняли, что тема будет другая. Смотрите, я сегодня ночью вот проснулась, был где-то час ночи, не спалось, и я просмотрела телефон где-то там часа два. В общем, я просматривала темы, что попадались, и ничего просто так не бывает. Вот, на фейсбуке, и сегодня, я думаю, да, так запишу. Во-первых, обрезание Господне, я вам уже рассказала. Ещё у меня сегодня вот тема дары волхвов, педофилия и учись летать один. То, что мне пришло вот в голову, и я выставила. Сейчас вот вторая часть, обрезание Господне, я уже рассказала, и как это связано со мной, с Америкой, и вот с американскими мужчинами, моими детьми, лично сыновьями. И вот советы меня уже, я не умнее, я реально опытней. 52 года, и вот именно жизни вот на разных континентах ассимилироваться там с самого нуля, видеть разные эти вот модели семей, и вот именно влиться в коллектив, в, знаете, вот там латиноамериканцев, и вот Северная Америка. И вот реально, реально много опыта, потому что вот мне, Оксанке, такой вот всё-всё, девочки, интересно. Интересно, очень любознательная я девушка была. И вот очень рано стала жизнь познавать и выживать. Так, одну минуту наговорила. В общем, тема «Дары волхов» я выставила сегодня на странице. Сегодня выставила на странице документальный фильм, там переплетённый, в общем, автор Леонид Мамонов, кажется, Леонид. И это православный, он там половинка, половина мультика в таком мультиплекционном формате фильм сделан. И вот документальный, реальный. В общем, с чем это связано? Опять же, с Иисусом Христом. Вот сегодня праздник у нас, обрезание, я детально рассказала. Господь Иисус, как ещё, православие, смотрите, обрезание-то произошло, и это описано в Ветхом Завете. Всё, и Иисус Христос, это обязательно надо было выполнить всех, все законы, вот всех пророков. И Иисус Христос, стопроцентный Господь, вот стопроцентный Бог, стопроцентный человек. Во-первых, Отец и Дух Святой, вот видите, православие наше, это повторение мать учения, не страшно. Вот стопроцентный Бог и стопроцентный человек. Доказательство, что стопроцентный человек, вот обрезание провели. У меня это дети мои, вот Даниил и Дженнифер знают, вот, начала я им объяснять с самого маленького где-то, почему я так держу, вот эта правая рука, и вот православие. Вообще, знаете, ничего просто так не бывает, что вы, люди, остановились, начинали ведать, что без невеж превращались вот в ведающих. И если вам говорят, вы невежи, сударь, не обижайтесь, Иисус Христос говорил, не ведайте, что они не ведают, Господь, прости ими, они не ведают, что творят. Так вот, давайте будем разбираться, и я с радостью помогу вам. Вот это обрезание, проводилась эта целая процедура, записана в документах, всё это сохранилось, и вот официально сохранилось, и священниками проводилось. Так вот, вот, я где-то, вот, пока не вступила в православие, понятия не имела, вот, пока Божьи книги, закон Божий не купила, Слободского, читала я другие законы Божьи, других этих, вот, батюшек тоже там, всё по благословению, первосвященников, архиепископов, в общем, эти книги. Но вот до меня не доходило, а вот Слободского просто, вот, как дважды два-четыре, и эти книги я подарила своей крестнице Ирине, она постарше, и вот себе такую, и с детьми вот читаю, и вот, слава Богу, мне Господь послал вот мысль, идею эту изумительную, и вот я свою младшенькую крестницу, Господь, вот, расположил сердце, и слава Богу, вот, всё изумительно получилось, именно вот этой книгой Бога, Бога Духотворённой. Так вот, отец-сын, аду святой, вот, вот так вот мы крестимся, там всё объясняется, вот, почему православные так пальцы складывают. Так вот, что же я узнала такого, когда перешла в православие? Смотрите, я держу книгу, её мне, «Моя жизнь со старцем Иосифом», составлял старец Ефрем Филофейский, она такая толстенькая, вы очень много поймёте, если это не про эту книгу поймёте, а вот о чём эта книга, и если вы посмотрите, вот, документальный фильм, который сейчас у меня на странице «Дары Волхов», то есть, вот, тот документальный фильм не про эту книгу, но я вам расскажу, вот, вкратце, вот, что это такое, о чём, и для меня это было открытие, вот, как Америки открытие, до, ещё 4 года назад, 5 лет назад, я понятия не имела, что такое Афон. Я надеюсь, что вы знаете, но вот я не ведала, только перейдя в православие, когда я, отец Михаил, это батюшка, очень молодой, женатый, вот, у него, он был уже женатый, но молодой, и не было у него ещё детей, надеюсь, вот, сейчас их Господь благословил, ну, вот, сердце у меня так расположилось, вот, с ним я говорила, и вот он был первый, кто провёл исповедь мою, всю я ему историю поведала в своей жизни. Так, смотрите, там прямо внутри, это церковь на французском бульваре, прямо напротив института Филатова, Людмилы и Владимира, кажется, Владимира точно, вот, какая святая, кажется, Людмила и Владимира. Вот, и вот там вот прямо внутри церковная лавка, вот в той, церковь небольшая, изумительная, и внутри двор весь в розах, ну, это просто изумительно, прямо рай на земле. Так вот, он мне посоветовал, я спросила, отец Михаил, посоветуйте мне книгу какую вот почитать, и вот он мне посоветовал вот эту. И, значит, прочтя её, я быстро её прочла, я узнала, что такое Афон, Афон, значит, в стране Греции, есть остров такой, называется Афон, и его называют Республикой Монахов. Там проживают только мужчины-монахи, целая, вот, это именно остров, на котором монастыри, местность, там есть горы, и, во-первых, официально, вот, государством закреплено по закону, во-первых, туда, есть там конторы, вот, когда приезжаешь, там подъехать только можно то ли паром, то ли там какой-то катера, в общем, нужен пропуск туда, женщин не пускают. Так, я ничего не обсуждаю, считаю, что это очень верно, монастыри, вот, с монахами, женщины, вот, знаете, вот всё там, всё это взаимосвязано, во-первых, и отвлекается, во-вторых, физиология другая, вот, я сейчас про обрезание говорили, вот, и женщины, и всё, там же очень строгие уставы, там некоторые монастыри вообще без воды, и того, и строжайше, там, если допускают паломников, там есть мужчины, могут приехать, вот, разрешение надо получить, мужчины практически все получают разрешение со всего мира, туда приезжают паломники, берут даже своих детей и мальчиков, никакая женщина, вот, туда не позволяется, и, знаете, я очень за, на полном серьёзе, ну, вот, я недаром вот это вот поставила, про обрезание, и вот, про физиологию, про всё, и женщина, там, и начинается, и там, и период, и то, и другое, там, ну, вот, знаете, вот, всё, я уже не хочу, я вот хочу вас натолкнуть на мысль, что, ну, вот, нет, и нет, и вот, знаете, и очень хорошо, иногда, вот, нужно воспринимать, вот, закон и есть закон, государственно, законодательно закреплено, и моё личное мнение, очень даже, вот, правильно я понимаю, я женщин не унижаю, значит, это основала именно Пресвятая Богородица, вот, все эти монастыри благословила, не, вот, при жизни, а вот монахом она явилась, и, вот, лично, значит, дала вот такое вот указание, и, значит, этот Афон, вот эти монастыри действуют уже тысячу лет, сейчас дальше вторую часть расскажу.